В эфире студия репортер с Дмитрием Богомаловым. Вчера, 28 мая, в Одессе был отменен концерт Светланы Лободы, который должен был состояться в Ибице. Сегодня у нас в гостях консультант начальника Одесской областной полиции Руслан Форостяк. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день. Расскажите о причинах того, что концерт не состоялся и подробнее о том, что непосредственно проходило перед ночным клубом Ибице за несколько часов перед концертом и как удалось, скажем так, предотвратить массовые беспорядки. Ну, как вы знаете, действительно, увага была прикута до этих событий, что происходило теплым вечером 28 травня в Аркадии около ночного клуба Ибица. Это, в отличие от концерта, решение было принято организаторами, это я так понял, продюсерами самои співачки Светлана Лобода, из неведомых мне причин. Вчера они здесь сейчас публично прокоментировали. Они просто поведомили правоохранные органы про это решение, что они решили отменить концерт за таких обстоятельств. И все. Стосовно, взагалі, позиції правоохранных органов до этих событий, и напередодні я это коментировал широко и публично, и это не только моя думка, и думка керівництва Главного управления Нацполиции в Одесской области, и взагалі думка правоохранцев щодо цієї ситуации, которая заключалась в следующем году. Если нет никаких законных подставок или обмежений для того, чтобы защищать концертную деятельность співачки Светлана Лобода, в данном случае с программой в ночном клубе Ибица, то мы, как правоохранные органы, мы должны обеспечить ее права и свободу стосовно этих заходов. И, по-другому, мы должны обеспечить право и свободу громадян, которые хотят отменить этот концерт, то допустить их физическую территорию, обеспечить им безопасное находление или очевидение перед концертом, когда они туда намагались. И, по-другому, нам также было известно, что есть частина обуренных граждан, патриотично облаштованных и радикально облаштованных, которые считают, что деятельность співачки Лобода неприпустимой в таком способе, который она делает с гастролями по РФ, с публичными заявками, которые она делает, и оценками, что их обурюют. И поэтому они решили протестировать против этого, и у них также есть законное право это делать. Кожен гражданин Украины имеет право на протест, или на мирную акцию протеста, или выражать свою думку публично, относительно каких-то людей, которые ведут активную гражданскую деятельность, или политиков, или органов влады. Поэтому мы не могли, не могли, не могли, у нас не было право обмежать их протест, но также мы должны обеспечить им права и обязательства, права, имеется в виду, и свободы, с выражением этого протеста. Что мы пытались делать и, в принципе, более-менее успешно обеспечили. Можно ли сказать, что в определенный момент ситуация начала выходить из-под контроля, начали использовать дымовые шашки, петарды? На жаль, на жаль, среди этих протестующих, их поведение, я вважаю, протестующих, в них, бачаю, хулиганские дии, которые не имеют ничего спильного с протестом, с публичным высловлением своей думки. На жаль, такие дии дискредитуют саму идею протесту, саму идею відстояния своей суспільной думки или позиции. Это обычные хулиганские дии. И все, хай, роблять висновки самі те активисты, че след так робит, че не. А правоохранные органы діють, соответственно, до закону. Если в их действиях бачаются хулиганские дии, че порушение правопорядка, мы этих людей маем притягивать, соответственно, до ответственности. Поступила также информация о минировании клуба накануне концерта. Во сколько этот звонок поступил и что на самом деле было причиной отмены минирования? Было два поведомления про замінувание, если быть точным. На месте мы знали, что такие спроби могут быть. На месте была развернута оперативная группа, мобильная, взрывотехников и кинологов, которые были присутствуют в клубе. Для этого випадка, которые могли быстро быть задействованы для огляда. Закон вимагает от нас этого не нехтувати этими поведомлениями, а, соответственно, діяти. Но мы это 15 или в другом, в другом случае 20 минут, мы действительно обмежили доступ отмены до зоны, про которую поведомлялось его поведомление. И, соответственно, сделали огляд и обшук на предмет выявления небезопасных предметов. Просто интересно, звонок от продюсеров Светланы Лободы поступил уже после информации о минировании? Ни, они не звонком поведомили, подошли до керівника правоохоронців, что находился, керували операцией по охране громадского порядка на месте, поведомили про это условно, не звонком. А сама певица? Під час другого огляду это стало. А сама певица, она находилась тоже в районе клуба или она была в Андейсе? Светлана Лобода находилась в этот час у клуба и готовилась до выступа. Физично, она находилась в клубе. Мы правоохоронців, керівництво и організаторы забезпечили можливість без шкоди добратися до місяця концерта. У себя в инстаграме продюсер Светлана Лободы, Нателла Крапивина прокомментировала так же эту ситуацию с отменой концерта и сообщила о том, что пока мы не научимся уважать права и свободу друг друга, мы не то что не станем частью Европы, нас ждет страшнейшая деградация во всех отраслях и направлениях жизни. Это как раз то, о чем мы говорили. И в связи с этим хочу спросить, еще же ожидаются в ближайшие месяцы еще часть концертов таких спорных, которые тоже могут возникнуть подобные инциденты? Знаете, я понимаю ваше питание. Взагалі, вот, ця проблема, це и питание, стосовно цих проблем, они не мают быть адресованы до правоохоронных органов. Они мают быть адресованы або тем гражданам, которые обрушаются деятельностью тих або других артистов, а также до соответствующих государственных установ, которые это регулируют. То есть, вместо того, чтобы пикетировать ничный клуб ИБЦ, я бы им помогал пикетировать какой-то соответствующий государственный орган или установку, или каким-то чином вернуться, как минимум, туда с письмовой заявкой, что они считают, что это шкодит безопасности государства, или еще каким-то чином, что это неприпустима деятельность того или другого артиста. И они мают вертаться для того, чтобы были законные основы обмеживания. Как вы знаете, СБУ не допустила співачку из-за резонанса такого суспільного, а Тарин допустила співачку, это Лолиту, ее было снято с поезда. И чтобы, соответственно, таких не громадян Украин, которые совершают ворожу для нас деятельность, какую-то концертную или идеологическую, чтобы их обмежили, и действительно, возможно, это будет, соответственно, корректно с точки зрения какого-то демократичного суспільства. Что касается наших граждан, вы же понимаете, Светлана Лобода – это наш гражданин Украины. И ее права и свободы так же захищают Конституцию Украины, как и активисты, которые там собрались, протестующие против них. И так же и ведущие, которые ведущие клубы, заплатили гроши, как бы там ни было, яких поглядей они не дотримаются. Они так же захищены Конституцией и демократичными правами. И если мы будем демократичной Украиной, то это тоже надо поважать. Я поважаю право людей на протесты, висловление своей думки. Я рекомендую, это моя личная позиция, им дойти в другий способ. Потому что хулиганские действия, они никогда не дадут смоги разобрать демократичную или европейскую страну. Потому что хулиганские действия – это и хулиганские действия. И они, соответственно, должны быть первые последствия, будь-якие хулиганские действия. Это очень верно, это правильная думка, которую вы высказываете. Но вот хочу еще спросить, были ли задержания вчера этих радикалов, и были ли основания для этого? Или же, может быть, в целях того, чтобы не превысить, не создать еще большую ситуацию агрессии людей? Правоохоронцы действовали, смотрели коридор, не допускали физического воздействия между охраной клуба и протестующими. Действовали охрану громадского порядка в месте подій. И когда начали застосовываться петарди и дивные шашки, правоохоронцы застосовали тех людей, которые кидают, или используют пиротехнические средства. И, соответственно, пытались, во-первых, у людей, в которых находятся рюкзаки или закон про нацполицию, она дает такую возможность оглянуть, если находятся там какие-то небезопасные предметы, которые могут быть использованы на месте подій в ходе массового сбора громадян. И в ходе одного из таких оглядов, прибычники одного из хлопцев, его побратили, не понимали намеря полиции, подумали, что его хотят затримать. И началась сутичка, они пытались его отбить, начали не выполнять законных вказовок работников полиции, которые пытались отойти, дать возможность им обшукать их товарища. Они не слушались. И, соответственно, полиция начала застосовывать физический влияние и оттеснивать людей в небезопасную зону, чтобы приборкать ситуацию и взять под контроль. Когда начались петарды и все еще и после того, как полиция сдалась до таких радикальных действий, опанувала ситуацию, перестала застосовывать перетехнические средства, и обстановка стала меньше напруженной. Ну самое главное, что никто не пострадал, и удалось избежать нагнетания еще больше в этой ситуации? Так, было затримано две особи. Одна особа притягнута до административной ответственности. По факту, есть открыта по хулиганским действиям справа. Сейчас изучаются видеоматериалы, видеодоказы, свидетельства. Если будут, надеюсь, соответственно правооценки, если будут подставы, особи будут, и они все установлены, все нам зрозумели, будут потягиваться до административной или криминальной ответственности. Были ли установлены организации, которые организовывали эту акцию протеста? И если это переходит в рамки законодательства, есть ли основания для того, чтобы лидеров этих организаций тоже каким-то образом... Наше законодательство не даёт возможности организацию привертать до ответственности, потому что она не является юридической особой. Организация, это громадская мастерная власть, это добровольная участь граждан в жизни государства, контролированные органы владельцы и так далее. Я имею в виду про лидеров этих организаций. Они несут ли ответственность за... Они только имиджевые могут какие-то наслідки мать, они особисто. Мы можем адресовать порушение порядка исключительно до физической особи, а не до организации. До организации, это если она выступает как эридичная особа в каких-то действиях, которые, соответственно, имеют правовые наслідки. Что до хулиганских действий, то только те люди, которые порушивают закон, подлагают правовому реагированию. Ну а вот на ближайшие концерты будет ли этот опыт использован для того, чтобы еще перед концертом предусмотреть подобные конфликтные ситуации? Перед концертом мы проводили розъясненную работу и превентивные заходы, общались с лидерами радикально налаштованных групп, пояснювали им позицию нашу и пояснювали недопустимость перевищения своих... И как это было экстренно? ...можда, как они не понимали, кто-то дослушался, кто-то нинь, как выяснилось, потому что все-таки хулиганские действия мали место. И тут залежит зараз от того, если эти люди будут притянуты до ответственности, то в наступный раз они будут более серьезно принимать ту информацию, которую мы им надеем. Ту разъясненную работу, которую мы ведем, они будут принимать с более серьезной мировой ответственностью. Но я также хочу отметить, что такая же сама разъяснена работа или ответная беседа была с организаторами концерта и администрацией ночного клуба. Мы им также пояснили, что они пригласили одиозную особу, которая, ну, часть людей налаштована против этого концерта, она налаштована радикально. И они должны понимать ступень відповідальности за цей концерт. Вони мають розуміти за можливі наслідки, розуміти серйозность цих обставин. Ми, звісно, поліція має забезпечити можливість, якщо це не є заперечено законом, проводити будь-які заходи, але ми їх просто хотіли, щоб вони дослухались и зрозумели, что не с точки зрения безопасности от ведущих закладов, а с точки зрения морально-этических оценок, что они уверены в том, что они собираются делать. У населилось, что так, уверены. Это их позиция, которую мы также уважаем. Большое спасибо за то, что пришли к нам сегодня в студию. Будем верить, что в дальнейшем такие инциденты не будут происходить в нашем городе. У нас сегодня в гостях консультант начальника Одесской областной полиции Руслан Форостяк. Дякую вам. Вы смотрели программу «Студия Репортер». Меня зовут Дмитрий Богомолов. Оставайтесь с нами.